А спонсор этого видео андроид-приложение Gold for Tanks. Проходи по ссылке в описании, ставь себе на мобилу и зарабатывай голоду для танков на скучных парах и в общественном транспорте. Всем привет, дорогие друзья, на связи GrimOptimist и мы с вами продолжаем сегодня рубрику Амплитуда Нагиба. Напоминаю, что в этой рубрике наша цель исследовать танк в его двух, скажем так, крайностях. Это в случаях, когда он попадает на максимально комфортную для него карту, где вот просто можно использовать все его плюсы, все классно и так далее. И второй случай, когда он попадает наоборот на карту, где его основные достоинства уже далеко не так хорошо вырисовываются и играть на которой гораздо-гораздо сложнее. Как вы уже поняли, сегодня на повестке дня у нас будет Объект 704, общепризнанная Нагибашка, ПТ 9 уровня СССР, машина с адовой альфой, ватским пробитием, хорошей маскировкой, ну, относительно, да, как на уровень. При этом даже обладающая каким-никаким бронированием, которое иногда, как, по крайней мере, мне кажется, спасает. Вот, и, естественно, в качестве карты для него, ну, такой, самый подходящий, я думаю, стоит выбрать какую-нибудь Прохоровку опять. Это просто, я чувствую, эта карта будет часто попадаться в этой рубрике, потому что эта машина любит стоялого, да. В целом, то есть, в случае, когда можно наносить урон по противникам, которые где-то светятся, можно наколбасить адское совершенно количество дамага. Вот, и это, наверное, наиболее будут такие, ну, приятные условия для него, потому что можно играть от маскировки, пробитие высокое, пробивает просто в силуэт и так далее. Поэтому давайте не будем мудрствовать лукаво, да, выберем карту Прохоровка и попробуем на ней отыграть в классическом ПТ-стиле. Так, где наша Прохоровка? Вот она, родная. Кстати, многие часто писали, дескать, как ты выбираешь карты, что за чит? Ребят, это же пресс-аккаунт, тут можно это делать. Я этим никогда не злоупотреблял, использовал только в тех случаях, когда это действительно нужно, как в рамках вот этой рубрики. Иначе как? То есть, что, мне ждать, пока я на Прохоровку попаду? У нас столько карт, я могу, не знаю, могу неделю на это потратить. То есть, просто не повезет, поэтому в таких вот случаях я это использую. Но никогда, то есть, я это не использовал для какого-то там самоутверждения и так далее. Я просто уже давно как бы перерос это и слишком долго играю в эту игру, чтобы баловаться такими вещами. Вот, пожалуйста, классический сетап, у противников тоже куча ПТ, да, есть какое-то количество тяжей небольшое, лорка у них у нас, ну так, в общем-то, себе, скажем. Вариант попробуем, попробуем отыграть от Аллеи в классическом стиле Объекта 704, да, и посмотреть, как все это у нас получится. Сейчас куда-нибудь в кустик встанем. И будем веселиться. Вот, ну я надеюсь, по крайней мере, очень сильно на это. Так, у нас что-то светляк прямо очень уж очень вперед так чесанул. Не то, чтобы это плохо, но... Не попал. Бывает. Так, у нас, видимо, намечается раш. 54-ка сюда... А, это облегченная, понятно. Но все равно странно. Ой, реально раш намечается по зеленке. Так, первый дамаг есть. ЛТшки получают. Много ЛТ, я что-то не обратил внимания в начале боя. Реально много, что у нас, что у противников, очень много легких танков. Опять-таки, не то, чтобы это было сильно страшно, но это накладывает определенные ограничения на нас. Поскольку... Нужно быть аккуратным и не светиться лишний раз. Надо было сразу стрелять и что-то... Забыл, что я на советской ПТ, а зачем сводиться? Ё-моё. Что за капиталистические замашки, да? Так, все. Ну вот, начинается. Начинается. Пытается он там как-то укрыться, но... Да, у него даже, похоже, это получилось. Готов. Вот КД у машины для такой альфы очень неплохое. Надо сказать. Все, забрали, даже не дали выстроить. Очень неплохое КД. То есть, 14 секунд. Это я с доппайком, но я без братства и без вентиляции. То есть, вы можете заменить, в принципе, братство и вентиль доппайком, либо, наоборот, заменить доппайок вентилем и братством. Если не хотите тратить лишние кредиты и получите то же самое. Что-то, чувствую, много нам дамага не удастся настрелять в таком бою. Потому что наши просто жгут. Команда жгет. Просто сносит. Смотрите, что творят. Смотрите, что творит команда. Просто жесть. Парень вообще просто умеет просить. Есть пробитие. 6 секунд. 4, 3, 2, 1. Да. Бывает. О, я в свете. Но тут уже не страшно. Арта у них не сильно опасная. Даже если прямой будет, там, ну, где-то дамага 500-600, не больше нанесет. Вот стоит у меня, кстати, на этой машине все на динамику. Вот, ну, маскировка, естественно. Оказалось, что это край арты. Это вагончик. Вот все на динамику. Самое главное, я люблю, когда машина может нормально ездить. И 704-й может нормально ездить. Вот. Не то, чтобы прямо, конечно, он был какой-то скоростной. Но динамика его более чем неплоха, скажем так. То есть, она способна доставить вас в любую точку, которая вам надо. Можно даже, в принципе, поменять фланг иногда. То есть, нормальная динамика. Грех жаловаться, реально. Первый пошел. Много урона не удастся нанести в этом бою, ребят. Ну, тут не моя вина. То есть, вы видите, что у нас просто гнет реально команда. Команда просто гнет. И у нас берут базу. Ладно, поехали, упоремся. Поехали, упоремся. Я надеюсь, он... Готов. Ну, я в наглую, то есть, как вы поняли. То есть, я просто упарываюсь на противника. Хочу просто нанести побольше урона. Все, мы победили по захвату. Не дали добить. Ну, ладно. Четыре фрага. Урона, я думаю, немного будет, скорее всего. А, ну еще не все. Блин, мы сейчас еще проиграем. Так, ёперный театр. Потому что у нас какой-то полудурок съехал с захвата. Это просто, просто жесть вообще. Реально какой-то полудурок у нас просто съехал с захвата. Ребята, это, это клиника. Ну, вот повезло, сбили захват. Блин, не удастся выстрелять. Жалко. Ну, еще можно было бы, на самом деле, тыщенку еще кидануть. Но, вы поняли, то есть, что на Прохоровке машина себя чувствует крайне комфортно. Она стреляет, дамажит, да, особо не светится. То есть, ну, если, конечно, в наглую не упарываться, урона, конечно, мало. Ну, ребят, так получилось. Что поделать, да? То есть, танк на Прохоровке чувствует себя замечательно. Это, наверное, реально одна из немногих машин, которая на Прохоровке. Ну, вот у нее геймплей такой. То есть, один из вариантов, да? Но, сразу же, то есть, говорю, что сейчас мы будем с вами играть на химках, наверное. И тут совершенно другой геймплей. То есть, от маскировки на химках играть невозможно, как вы понимаете. То есть, в принципе, вообще невозможно. И тут нужно пользоваться уже другими достоинствами танка. А именно, его альфа-страйки и высокое пробитие. То есть, естественно, с таким альфа-страйком можно просто, во-первых, добирать противников, у которых осталось не так много хп. И вообще не получать от них урона в ответ. Либо играть вот альфы. То есть, дал в альфу, закатился назад. То есть, это, конечно, не всегда работает. Но это тоже нормальная рабочая тактика на 704-м. Поэтому давайте попробуем с вами выбрать теперь карту Химмельсдорф. Да, наверное, все-таки, я думаю. Может, конечно, Хариков какой-нибудь или Сталинград. Но я решил все-таки, ну... Для начала использовать те карты, которые вот уже мы все с вами, друзья, знаем. Химки это вообще замечательная карта. Но есть такое мнение, что вот на ПТ не очень хорошо там играется. По крайней мере, на таких ПТ, которые не обладают каким-то бронированием. То есть, понятно, что Т110Е3, там Ягдпанзер Е100, они нормально себя чувствуют. Но в данном случае у нас ситуация немножко другая все-таки, да. То есть, машина, она немного менее защищена от вражеского огня. Естественно, все нас пробивают в лоб. Вообще все. То есть, за исключением светляков, может быть, некоторых, да. Поэтому рассчитывать на броню тут нам не стоит. И играть будет гораздо сложнее. Так, что у нас тут? Ну да, нормально, в принципе, ситуация. Ну, я, наверное, поначалу поеду на стандартную позицию. В принципе, она неплохо себя иногда показывает. Позволяет иногда делать вещи. В принципе. Арта бугуртит наша, это приятно. Вы начинаете. Так, братуха на бульдоге, давай, бежай. Так, что-то я не понял, я что, один, что ли, еду? Э, гараж. Твою мать. Ну да, это был мой косяк, я... Что-то задумался, скажем так. Не знаю, может быть, попал. Есть, на самом деле, шанс, что я попал в него. Вроде, вроде как выстрелил правильно, на самом деле. Нет, не попал. Амата, это не он. Так, кидаем. Я в свете, уходим. Не забываем про арту. Конечно, здесь не то, чтобы прямо сильно опасное место, но... Надо быть внимательным. Лорка. Ну и вафля сейчас, я думаю, снесет ее очень быстро. Черт. Так, у нас еще там две вафли даже. Одна девятая, другая восьмая. Хорошо. Так, давайте посмотрим, что там справа, потому что... Всякое может быть. Вроде никого. Ну, давайте упоремся, что ли. Привет. Он вместо того, чтобы вывлить... О! О! Это вафля. Смотрите, не пробил меня три раза. Вот это, ребята, жесть! Один раз он меня только пробил, по-моему. Или два. Не, ну я, конечно... По-моему, он меня... Ну, короче, часть урона я, по-моему, втанковал. Как минимум, один дамаг я точно втанковал. Да, ребят, вафентрагер я там не ожидал, честно говоря, встретить почему-то. Хотя, ну, можно было додуматься, но я что-то как-то это... Я что-то как-то задумался. Немножко. Так, вафентрагер уезжает. Так, ждем, ждем, ждем. Епись. Давай, давай. Ну! Ну давай! Ну чё, здание назад немного. Во-во-во-во-во-во-во-во. Видимо, он все-таки помнит, что я здесь стою. Так, на стаде базу сейчас начнут разносить нашу. Надо будет подготовиться. Да, вот у нас уже подтягиваются народ там. Но я здесь, наверное, останусь, потому что... Ну, пока что, по крайней мере. Потому что, если я уйду, то... Наверное, сейчас все-таки поедем убивать... Да, тех, кто на базе. Потому что надо помогать. Опа, вот это красава вон. Молодец парень-то. Высунулся, да, так? Он как будто меня видел. У меня такое ощущение, что я в свете был. Потому что он очень уж грамотно, скажем так... Подобрал время, да? Чтобы по мне выстрелить. Нет, тут что-то как-то не очень хорошее место. Да, хп у меня совсем нет. Один раз под вафлю попал. То есть, потерял кучу здоровья. И сейчас уже, к сожалению, рисковать не могу. Кстати... Довольно палевная ситуация. Потому что я еписто не контролирую. Не могу я ее... Забрать я ее не смогу. Поэтому мне нужно... Давай, давай, давай. Давай, давай, вафля. Не понял, ты что, в разряде, что ли? Блин, я не могу тоже выехать. Потому что он меня может ваншотнуть. Е50. Давай. Я знал, что так будет. Это было несложно, предугадай. Так, ну, что там у нас с тяжиком? Блин, он фуловый все еще. Они что-то проблемы с ним испытывают. Что-то как-то странно даже. Так, лорка у них здесь. 54 может приехать, кстати, с посуды тоже, в принципе. Так, что-то я здесь себя очень некомфортно один чувствую, на самом деле. Пробуем уехать. Но это... Вот то, что я сейчас выехал, так это на самом деле палево. Потому что если 54-ка куда-то сюда встанет, то все. То есть я... Конечно, один выстрел я ее переживу, возможно. Блин, надо было это. Так, вся четверка там, это хорошо. Так, сейчас поможем. Сейчас все будет, пацаны. Блин, я под артой сейчас стою, это плохо. Не стал стрелять без сведения. Что-то испугался, надо было, наверное, шмальнуть. О, ребят. Это жулики. Е75 может меня паншотнуть. Давай, давай. Блин, убили. Так. Ну, как вы видите, то есть играть можно, но, конечно, немножко некомфортно себя чувствуешь. Но тут дело в том, что я очень много хп вначале боя потерял. Из-за вафли. То есть так было бы гораздо проще сейчас. То есть можно было бы наглеть. То есть, ну, что там, полторы тысячи хп было бы там. О! Вафли, наверное, сейчас вообще бомбежка будет жесткая. Ну, вы видели, да, это? То есть вафля получила прямой наводкой на 1700 от арты. Фугасом с пробоем. Это, конечно, печально для него. Вот. Но тут, конечно, много урона нанести не удалось. Вот. Конечно, Химмельсдорф для, как бы скажем так, для объекта 704, если вы играете один, ну, довольно неприятен. Бывает иногда. Да, то есть именно потому, что, ну, говорю, вафля, то есть вы выехали и все. То есть, понимаете, вы никуда не уедете. Она начинает, по-моему, разряжаться. Вот такие вот моменты, они могут, конечно, быть... Ну, вот именно барабанные танки, я считаю, для 704 это наиболее неприятная вещь именно в городских условиях. Потому что... Ну, потому что вы поняли, почему. Ну, вот, но в целом играбельно. То есть ничего прямо страшного нету. То есть играть можно и какого-то бадхерта у меня не вызывает эта карта. То есть вполне-вполне рабочий, рабочий вариант. Чёрт, не дали добить. Ну, ладно. Давайте посмотрим результаты. Ну, тут, конечно, результаты будут поскромнее, это понятное дело. 200, да, конечно, урон маловат. То есть буквально минимум, грубо говоря, откидал свой, да. Вот. Ну, в целом играть можно, да. Хотя, конечно, говорю, вот такие моменты, как с вафлями там и так далее, они немножко напрягают. Могу сказать, что 704-й машина достаточно универсальная, как для ПТ. Потому что броня, как вы видели, тоже какая-то есть. Меня часто не пробивали. Были такие ситуации. Давайте теперь посмотрим, сколько урона я вытанковал. Просто мне интересно. Ну, вот, 1900, смотрите, я заблокировал. То есть машина танкует, даже несмотря на то, что, казалось бы, брони как таковой по цифрам-то особо нет. Всё-таки фальш борта, маска. В общем, играть можно. Конечно, танк себя чувствует гораздо лучше на картах открытых, где есть возможность стрелять на дальней дистанции, по чужому засвету. Но в случае, когда нет такой возможности, приходится стрелять по своему засвету. Тоже вполне играбельная машина. Вот такие дела. То есть какого-то прямо жёсткого ботхёрта я на городских картах на нём, думаю, вы испытывать не будете. Машина в меру нагибучая и в меру универсальная. Вот так что на этом этот выпуск моей рубрики «Амплитуды нагиба» подходит к концу. Если вам он понравился, то не забывайте ставить большой палец, не забывайте подписываться на канал и загляните в группу ВКонтакте, ссылочка на неё есть в описании к этому видео. Всем до скорого, друзья. Всем пока.